Здравствуйте, а мы обратно. Хочу сразу сказать, что Витория Заборова, Вика, она доктор медицинской наук, она смотрит, она профессор кафедры спортивной медицины, медицинской реабилитации Сеченова университета, и она заведает лабораторию спортивной адаптологии МФТИ, тоже мастер-спорт международного класса и чемпионка мира по современному пятиборью. Она работает с нами, у нас несколько статьй, которые мы сделаем для будущей публикации, она тоже помогает в мою книгу, которая будет на английском языке и потом на русском языке, которые она там смотрит. И что еще? Тогда вопрос был такой, если можно сделать всерывное упражнение, упражнение на... Маленький вес, но во взрывной манере. Можно, но затем проблема в том, что тоже все эти специалисты, доктор Энди и Затсиорский, они смотрели, что один повтор максимум, он такой более стабильный. Мы можем держать этот... Даже когда у нас идет не оптимальное восстановление. Даже когда нет оптимального восстановления, организм выдерживает нагрузку. Поэтому они тестировали 6 раз в неделю 95%, потом 7 раз в неделю 100% сделать 10 подходов. И надо было, чтобы 2-3 недели, чтобы человек начал падать. Но когда мы уже работаем на всерывную силу, уже падает побыстро. Тогда что могли сделать? Купить, есть прибор, если возможно для вас, называется pushband. Я не знаю, если слышал, pushband. Потом могу в директ отправлять. Это acelerometer, это прибор, который ты можешь поставить в штангу. Даже pushband 2.0, новая модель, стоит здесь примерно 300 что-то долларов. Но это хорошая инвестиция. Почему? Можно поставить руку, и он смиряет мощность. Снимает и каждый движение, который даже можно смотреть. Если человек потеряет, начинаешь потерять мощность, тогда надо либо дать, есть два варианта, либо дать больше времени отдыха, либо прекратить работу. В этот день уже не надо. Если влияем на мощность, тогда в следующий день, либо через день. Силовые показатели, именно один повтор максимум, человек может сохранить, и будет сложнее посмотреть. А мощность начинает уже падать. А это, получается, прибор, он крепится на мышцу, и сокращение мышцы измеряет, правильно? Нет, не сокращение мышцы. Движение штанги. А, движение штанги? Это как часы, но такой-то пластический. Можно в руку, можно в штангу поставить, можно даже в греб кля. И когда ты двигаешь греб, он будет посмотреть дистанцию и скорость, которую он прошел. И мощность, ускорение, мощность, и там считает очень много. Я думаю, что я должен включать свою фото. Если нет, будем потерять. Попробуй аудио. Ага. А твой аудио, ты слышишь меня? Да, да, хорошо. Будет так, потому что если нет, будем потерять здесь. Ребята, подождите. Разрелывайся, да? Да. И смотри ещё, что я хочу говорить. Слышишь? Слышишь хорошо? Да, да, да. Слышу, да, да. Окей. Всё. Тоже, тоже. И скорость падает быстро, быстрее, чем максимальный повтор максимум. И с помощью такой-то прибор могли тогда смотреть мощность и скорость. Если начинается падать, надо посмотреть микросикл. Либо человек не восстанавливает правильно, либо что-то происходит. Что ещё я готов для материала для вас? Какие спортивные питания мы могли сделать? Добавка. Есть несколько спортивных питаний, добавка, которые, которые точно могли помогать вам. И один, который, именно когда на длинной дистанции, либо даже на чуть, чтобы организм прошёл, это есть кофеин. Кофеин есть несколько следов, которые помогают положительные эффекты, не только на соревнованиях. Соревнований не так много, но именно когда недельный проходит и человек неполно восстанавливает, тогда кофеин можно добавить чуть-чуть, не много. Это зависит от чувствительности спортсмена. Эффект получается от, начинается 100 граммов, 100 миллиграммов, 200, не больше, не больше 300 миллиграммов. Максимум 4, но это очень много. Мне не нравится. Когда идёт 100-200, получается какой-то положительный эффект. Креатин. Да. Ты хочешь спросить? А я просто хотел спросить, кофеин, к нему же есть некое привыкание, и человек уже начинает его не чувствовать. Примерно в течение какого времени можно его использовать и потом его убирать, например? Хороший вопрос. Чтобы человек не привыкал к людям сделать так, как я рекомендую своих спортсменов. Через день, когда тренировка более интенсивная, чуть больше кофеин, доза кофеина. Допустим, понедельник. В вторник уже поменьше. Было бы, например, 200 миллиграммов в понедельник, а в вторник 100-150. А в среду 200, а в другой день 150. И, допустим, с воскресенья человек не будет тренировать и вообще не надо кофеин тогда. Пусть чтобы он был такой-то солнечный, похоже на усталость, но это хорошо, потому что тоже будет помогать в восстановлении. И теперь про креатин. Да, да, окей. Креатин. Креатин для вздревенной силы, когда начинается, когда заканчивается, тоже для восстановления есть очень много. У меня там большое количество статей по креатину. И даже ученик, я помог на защиту бакалавра. Мы там следовали с креатином, и там читали. Большое количество следований. Креатин помогает на восстановлении, помогает на увеличение мышечной массы. И можно, как мы сказали, в начале и в конце греб. Креатин надо принимать от спортивной добавки. Я тоже читал следований хорошие, которые не надо купить самые дорогие модели. Только моногидрат, как сказать? Моногидрат. Моногидрат, работа более-менее однаковая, чем люди варят. Тогда не надо. Это много там люди болтают, хотят, чтобы больше компаний, которые, фирмы, которые продаются, они хотят. Это не надо. Моногидрат, но затем, конечно, хорошая фирма, могу сказать, Optimal Nutrition, MuscleTech, GNC в Америке есть. Такие-то настоящие фирмы, которые продаются. Креатин помогает. Тоже есть бета-аламин, знаешь, бета-аламин. От закисления. Бета-аламин помогает в снижении на закисление. Потом я могу отправлять тебе даже статью, которую сделали в игре ПСИ. В игре ПСИ. И они на достижении сам по себе посмотрели положительный эффект немного, но чтобы вдерживать нагрузку за тренировку помогло. И им полезный эффект, положительный эффект тогда. Я помню, Виктор Николаевич в свое время рассказывал в его лекциях. Это видео есть в интернете. Цитрат натрия, я помню, раньше не было бета-аламин. Он говорил, цитрат натрия, лимонная кислота. Помогает, это тоже помогает. Это последний, который я собрал здесь говорить. Это бекабор натрия, цитрат натрия. Помогает, действительно помогает. Но здесь надо какую-то особенность. Потому что, например, как я. Я принимаю, мне желудочка не получается хорошо. Надо эту же индивидуальную дозу посмотреть. И далеко от соревнований. Надо, чтобы было далеко от соревнований. Чтобы экспериментов не было, неожиданностей. Нельзя на соревнованиях. Человек, может быть, получит диарею, и там потом будет очень плохо во время соревнований. Тогда надо далеко, и можно и принимать. И последний, есть нитрат. Это бет, рут, джуис. Это нитрат. Надо потом переведить это. И тоже помогает. Получается тогда пять видов спортивного добавка, которые именно для гриппси могли получить эффект. Для спринта больше всего креатин и кофеин. Для дальнейшей дистанции уже больше нитрат. Беталанин и бикабурнат. Они будут уже помогать больше. Кто-то... Здравствуйте. Низ-факторы. Нужны креатин где найти или как... А, еще! Я забыл сказать. Когда мы создадим тренировку для выносливости, именно надо сделать изотом. Знаешь изотом, методика изотом? Статодинамика. Так называемая. Статодинамика. Надо сделать статодинамику. Почему? Потому что когда сделаем статодинамику, мы могли создать новый миофибрир, именно в накислительный мышечный волок. Есть, есть, есть. Пропадаем, пропадаем. Что сказал? Вот, есть, есть, есть. Теперь пропало немножко, пропало. Окей. Мы создадим новый миофибрир именно в окислительные мышечные волокна. Есть такая теория, называется теория симорфоза. Когда новый миофибрир, создают новый миофибрир. И эти группы мышеч становятся сильными, но затем более выносливыми. Это очень-очень полезно. А люди могут сказать, а как доверять и как проверить? В лаборатории, когда мы тестировали, и мы тестировали в лаборатории там с Викос, с Виталием, с Григором. Именно аэробный порог, он будет идти в правую сторону. Это означает, что ты аэробный порог прошел дальше. Ты можешь работать с большим весом, меньше закисления именно в типо один мышечный волокон. В окислительные. Это тоже очень полезно. Окей? Я думаю, что... А, и последний! Окей, я еще. Да. У тебя есть вопрос пока? Я хочу еще... Ну да, у меня такой вопрос. Мы просто заговорили, когда про тестирование. Стоит ли тестирование включать в календарный план подготовки и соревнований? Ну, тут очевидно, что да. Потому что, как мы говорили уже ранее, это затратно, это сложно. Понимать свою программу тренировочную верно, она неверна. Поэтому однозначно да. Нужно, нужно. Создадите программу. Надо тоже момент здесь. Последний тест. Последний тест должен быть за неделю на соревнования. Последний. Можно чуть-чуть дальше, но в такой-то район, чтобы именно посмотреть. Если создадите план, желательно, чтобы каждый месяц потестировали в лаборатории, согласен анализ, посмотрели аэробный, анаэробный порог, максимальная локтатная мощность. Все это очень важно для элитной грейпсины. Если не элитной, можно, как мы и раньше говорили. А вот вопрос про тестирование. Вот мы говорим о аэробной, аэробной, локтатной мощности. Есть такое понятие, как МПК, то есть максимальное потребление кислорода. Насколько это МПК дает понять, что готов спортсмен? Потому что на своем опыте, и я еще, грубо говоря, МПК, что у спортсмена, что у человека, который не занимается спортом, может быть одинаково. Но, соответственно, результат в соревновательной деятельности может быть совершенно разный, потому что МПК – это просто показатель максимального потребления всех мышц в теле, правильно? Совершенно верно. Для МПК именно поэтому Силуянов говорил, что не очень формативный, потому что могли иметь два спортсмена с той же самой МПК, но когда они выступают на соревнованиях, отвечают по-другому. Люди, чтобы я на аэробной порог сделал тест. А МПК можно, но самое главное здесь посмотреть, если нет сердца лимитирующих факторов. Ударный объем. Связь. Связь. Ты слышал, о чем я говорил? Да, да, да. Слышал, слышал. Ударный объем, получается, тут может лимитирующим фактором быть. И тогда с этим тестом можно посмотреть, но более информативный это аэробный и анаэробный порог, чем МПК сам по себе. Еще дальше хочу говорить, пока не забуду. Было исследование недавно, меньше два года назад, и они посмотрели уже кинематика между эргометром, знаешь, концепт, концепт? Конечно. И между танком, тренированный на танк, как маленький бассейн, который человек полет в танк. Гребен как в бассейне. Знаешь, как в составе танка. Вот. И посмотрели, что техника меняет. И они, как в заключении, сказали, что люди, чтобы было в танке либо в воде. Концепт помогает. Конечно, если до жизни нет, возможно. Но менять чуть-чуть технику. Именно поставить более нагрузку на спине. И тогда люди могут получить больше травм, либо не полное восстановление, если часто сползует. Тогда надо аккуратно с объемом, когда тренируешься в конце, чтобы не чрезмерно нагрузка именно на спине поставить. Ну, я вот знаю, я так понимаю, что... Вот я скажу, а вы скажете, верные мысли или нет. Надо в своем виде, ну, в своей двигательной активности, соответственно, больше отдавать предпочтение, чтобы тренировать именно тем группы мышц и в той технике, в которой ты, ну, именно выполняешь свои упражнения. Потому что, например, человек может заниматься в тренажерном зале очень много, хорошие результаты показывают в лаборатории и на тренажере, но когда его сажают, например, в лодку на воду, да, ветер, волна, уже специфика, она чуть-чуть меняется, другие группы мышц включаются, человек меняет технику и те мышцы, которые у него не работали в зале, он же не получал такой нагрузки, соответственно, он закисляется раньше, потому что у него просто включаются дополнительные группы мышц, которые не были готовы к этим полевым таким условиям. Совершенно верно. Это был наш последний вопрос. Как понять, что достиг плату и спортивной формы, как определить. И даже с Викторией разговаривал от лаборатории. И надо только на соревновании. Нельзя теперь в лаборатории, потому что ты, наверное, уже видел, есть люди, которые в лаборатории чувствуют, как гигант, и идут, и показывают очень хороший результат. Но затем на соревнованиях нет. Плату тогда только на соревнованиях и посмотреть. И чтобы определить, теперь надо посмотреть, что создает эта плата. Может быть, психологически теперь. Человек знает, что, например, я против тебя, я знаю, что ты лечишь меня, я вижу тебя на соревновании, сразу нервится, и не могут хорошо выступать. А ты там нету. Я знаю, о, я гигант, теперь я буду. Есть такой-то психологический спектр. Можно посмотреть функционально, уже с помощью лабораторий, тестов. И тоже технически, как мы говорили, с объемом, правильно, с тренерами. И нейтролог, чтобы посмотреть диета, правильно или нет. Тоже может быть фактор от получения платы. И последнее. Хочу сказать, что... А ты слышал по вариативности, сердечное сокращение, heart rate variability. Это имеется в виду, когда в покое и в работе? Наверное, нет. Нет. Это как... Раньше было симметро-кардиограф, и он когда в покое, и как колебление идет, ар-интервал, когда идет сокращение расслабления, сокращение расслабления. Ну да, систово-диастово, соответственно, сердцебиение, да? Да, но есть методика, называется heart rate variability. Я буду писать там, чтобы люди, чтобы люди смотреть. И что важно, здесь интересно, хочу сказать. Сначала начали, это уже 50 лет назад, только электрокардиограмм, ар-ар-интервал. Да, я понял, интервалы. Правда, ар-ар-интервал. Было только в электрокардиограмм, только в больнице. Потом смотрели, что с помощью было такой-то polar, по-моему, H500, самый дорогой, который уже могли считать ар-ар-интервал. Вариабельность, наверное, да, это называется? Вариабельность, да-да-да. Как колебается. Вариабельность. Потом посмотрели polar H7 и H10. H7 и H10. У меня есть такой. Есть апп бесплатный, который ты можешь читать. Но зачем проблема? Я для спортсменов сползаю. Иногда надо сразу, когда встаешь, открывать. Если человек забываешь, он идет, потом не поставил polar на груди, надо воду, он забываешь, пошел на тренировку, потом не сделал. и потеряешь. Надо постоянно. А теперь что сделать? Я буду писать потом в комментариях. Называется HRV 4 тренинг. Это апп. Апп стоит в Америке 9... Меньше 10 долларов. 99, по-моему. Платишь один раз только. Апп. Что апп дает? С помощью свет и камеры от сотовой, и для андроида, и для айфона работают. И не просто работают. Что делать? Они проверяют с помощью электрокардиограммы сепола и публиковали статью, что действительно работают. Совпадает. И тут точность очень-очень близко. Тогда можно просто сотов и апп, и сразу встает, поставишь пальцы, и смиряется целую минуту. И после нескольких дней он уже начинает сделать колебания и сказать тебе апп по вариативности, если у тебя есть симпатическая, парасимпатическая нервная система, если ты можешь тренировать сильно или нет. Окей? Они могли сказать, а, но это вообще не работает. И что дальше? Следующее исследование провели уже сепомощь, этот апп, без пола, без ничего, два группы гребцы. 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 И одна тренировала по макро-тикле, и сделала за периодизацию сепомощь блока. Похоже на верхушку, с блоком передизации, с тренерами, все правильно. И другие группы с помощью интервала, с помощью такой-то апп. Что смотрели? Тот же самый объем, тот же самая нагрузка, но что? Апп утром сказал, тебе надо чуть-чуть полегче. Они вместо, например, восемь подходов, сделали шесть. А другой день они дополнительно сделали. Получили тот же самый объем, но они следили за аппом. И получили больше результатов, больше эффектов достижений, меньше травм и так далее. И это, хочу сказать, для вас, которые тренируются постоянно, именно сердечно-сосудистая система, центральная нервная система, может быть очень полезна. называется HRV4 Training. Я буду там писать. Это очень полезная информация, вот это важно, потому что вариабельность, ну, ее так, ну, они слышат, но ее не используют. А тут, оказывается, вот какая история. Не использую, потому что либо дорого, либо не очень практическо, потому что все время надо полар поставить в грудь, надо воду, надо сотовое. Теперь нет, сразу сотовое утром. И он шел дальше дополнительно сделать. Есть очень много функций, я просто коротко говорю. Ты можешь поставить, сколько часов ты спал, как ты чувствуешь утром, какое твое настроение. И он начинается все графики создать. И ты можешь потом показывать тренер в конце недели, смотри тренер, и сделать скриншот, пикчер, отправишь тренер, тренер, вот, окей. Я подумал, что было хорошо, спортсмены отвечают по-другому. Надо менять программу. Тоже полезно, информативно, и практически бесплатно. Плачешь один раз меньше 10 долларов, я думаю, что стоит. Это да, вообще здорово, потому что я смотрел видео с белорусскими спортсменами, грибцами, и тренер сборной Беларуси, он девушек, ну, он тренирует девушек, женщин, постоянно утром проверял у них пульс. То есть, видимо, как раз он интуитивно понимал, более-менее, что там надо проверять, и какой у них пульс. Он вел, наверное, журнал, соответственно, по каждому спортсмену, и понимал, где там у кого, кто просыпается там с пульсом 60, кто с пульсом 50, кто с пульсом 45. Вот, а тут все на приборе, взял, посмотрел, к тренеру отправил. И это не только пульс, ребята, не только пульс. Пульс – это проще. Это вариативность. Какой-то R-интервал идет, это как электрокардиограмма. Это очень круче, доктор. Это гораздо эффективнее, чем точнее и более эффективнее, чем просто пульс. Пульс хорошо помогает, но пульс иногда можно два-три дня, чтобы чувствовать какую-то разницу. А здесь нет. Каждый день он начинает. И сначала он не дает ничего. Первые, по-моему, 4-5-6 дней. Он просто начинает создать базу от тебя. И он сохраняет твою базу, как твое сердце работает постоянно. И после этого он уже начинает все воли. Очень хорошая вещь. Я понял. Вообще здорово. На самом деле, спасибо большое за информацию. Стефан, у вас осталось что-то еще рассказать интересное? Или все уже? Ну, думаю, что нормально получилось. А, просто вопрос был по креатин, по-моему. Парень там есть еще. Да-да-да, спрашиваю про креатин. Сейчас найду. Что он хочет знать? Я не понял, какой вопрос был конкретно. Что с креатином, скажите, пожалуйста. Что с креатином, скажите, пожалуйста. Да. Видимо, наверное... Ну, мы сказали, моногидрат самый основной. Вот. Креатин, моногидрат, сами... Как сказать? Нет разницы. Тогда не надо платить больше, или для работы более... То же самое. Тогда моногидрат достаточно, если фирма хорошая. Как принимается? Мы не говорили, но я могу говорить. Сначала надо насыщение сделать, сатурация. Как сделать обычно. 5 грамм утром, 5 грамм во время обеда, 5 грамм в середине дня, 5 грамм вечером. Четыре раза. Сейчас скажу. Четыре раза в день, в течение целой недели. Это идет для того, чтобы сделать насыщение в организм. После этого только на поддержание 5, можно даже до 10 грамм в день, без побочный эффект. Есть у меня другое исследование, которое не посмотрели спортсмены 5 лет. Принимали 30 грамм каждый день. 30 грамм каждый день. Это очень много. И не побочный эффект. Ничего. Если человек был здоровым до начала. Конечно, надо быть здоровым. Как мы говорим, об исследовании пройти и все посмотреть. Анализ крови с врачами. Человек 100% здоровый. Можно принимать. Ничего страшного. Тут вопрос задали. Здравствуйте. Для статодинамики один из факторов нужен креатин фосфат. Где его найти или как его заменить? Креатин фосфат сам идет с мышц. Когда у нас есть АТФ, он дает энергию только на 2-30 секунд. Потом есть АТФ, креатин фосфат. Когда мы сделаем поражение на 10-15 секунд, идет распад. И есть свободный креатин. Из-за этого и селуенов, и другие биохимик, они посмотрели, что креатин это один из факторов, который воздействует в клетке и помогает на силовую способность и на все анаболические процессы в клетке, в мышечной клетке. Тогда начали принимать дополнительно. Если больше креатин, они быстрее восстанавливают все этот АТФ, который мы тратим, и мы могли снова делать. У меня вот вопрос. Хорошо, что ты его не забыл. Сейчас я его вспомнил. Мы про креатин заговорили. Сразу про силовые нагрузки вспомнил. Есть такое, как плеометрика. Плеометрические упражнения. Ты делаешь сокращение максимально жесткое. При том, что сначала у тебя сопротивление идет. Если мы говорим о спрыгивании с тумбы, запрыгивание, либо в жиме лежа, либо на тебя штанга летит вниз и резко ее поднимаешь. Вот эти упражнения, если мы говорим плеометрика, она может заменить силовые упражнения, которые мы говорим 100%, 90% вес? Или это совершенно другая история? Она не может заменить, но можно добавить в программу. Мы могли создать сначала, если далеко, если человек, допустим, спринтер, гребсиновый спринтер. Ему нужно, чтобы создать больше миофибрилов именно в гликолитическом машине массы, тогда масса, ВПДС, большими весами, меньше количества повторений, дать времени. Сделал мезоцикл, например, сразу месяц, переходная тренировка, переходная неделя, чтобы что-то восстановить. Потом уже сделал мезоцикл на всерьвная сила. И уже плеометрика с помощью либо контраста начинается сначала тяжелый вес на земле, например, потом медицинский няч толкает. Пять повторений тяжелый вес, пять повторений бросает. На спину то же самое. Пять раз подтягиваем тяжело, потом быстро. И плеометрика важна, но надо создать сначала базу силовой подготовки. Надо силу сначала, потом плеометрику. Если не сделать, если сделать наоборот, можно больше травм. Есть тоже, могу несколько материалов там потом показать, но есть. Не очень хорошо в порядке. Понял. Стефан, спасибо. Да вообще отлично просто. Спасибо вам огромное. Мы просто с ребятами тестировались в лаборатории Силуянова, Виктора Николаевича. Вот там два года назад получается. Был, сам тоже тестировался. Вообще супер, отлично. Вам огромное спасибо, что побывали у нас. Вот тут такой вопрос прям такой длинный, интересный. Лучше ли принимать протеин или аминокислоты? У Силуянова, насколько я помню, что аминокислоты в чистом виде не очень. И нужно ли принимать протеин борцам и грибцам? Вот. Это для всех спортсменов, которые хотят создать мышечную массу. Я могу ответить. И для вас, Роман. И для Оксандры. Это, по-моему, Саша, мой друг. И протеин. Люди, конечно, чем аминокислоты. Аминокислоты, они иногда более дорогие. Но можно отдельно, потом говорю, сейчас секундочку. Ну, твой вес. Сколько ты весишь, например, Роман? Ты, вес. Какой твой вес, Роман? Мой 75. Килограмм. 75 килограмм. Надо 2 грамм на каждый килограмм веса, если ты хочешь анаболизм. Если ты хочешь создать мышечную массу 2 грамм. Получается 150. Правильно? 150 грамм от протеинов в день. Как ты сделал? Надо разделить это. Минимум 3 оптимально на 5 раз. И получается 30 грамм каждый прием выше. Можно питание, обычное питание. Можно дополнительная спортивная добавка. Иногда спортивная добавка более практическая, как я рекомендую здесь. Везде в Америке продаются и недорого. Тогда лучше чем-то дома сходить 30 минут, потом готовить, уже потеряешь время на восстановление. Спортивное питание помогает именно для этого. Сразу поздно тренировки принимать. Для вас ГРЭПСИ, либо даже БАРСИ, тоже углеводы надо принимать в конце, чтобы восстановить гликоген. Именно если у вас есть тренировка 2 раза в день. Тогда надо углевод и протеин сразу после занятий, чтобы начать все это восстановление. Тоже хорошо для вас, Роман. Ты слышал по эндурокс? Нет, нет. Вот, напишите потом эндурокс. Это очень хорошая спортивная добавка. И у него есть хорошее количество углеводий и протеин. Это 4 на 1. 4 грамма углеводий, 1 грамм протеин. И каждую скуплю получается достаточно, чтобы восстановить очень быстро гликоген. Чем больше дистанции тренируется на гребке, больше гликоген нужно, чтобы восстановить. Этот эндурокс помогает очень сильно. Хорошее можно посмотреть тоже. Окей? Да, да. Тут вопрос еще. Извини, извини, извини. И последнее, по мино-кислоте. Тогда BCAA можно добавить именно леусин. Леусин есть исследователь, которые показали, что именно леусин в BCAA, когда купишь леусин, она стимулирует синтез протеин. И можно больше мышц получить. Но большинство, если у вас в норме, как мы говорили, 2 грамма на каждый килограмм – это нормально. Минимум, который я мог сказать, грамм с половиной, если ты спортсмен, на каждый килограмм веса. Максимум, который Силуянов рекомендует – это 3 грамма. Это у меня есть книга Силуянов в 2008 год, уже там написана. Я читал исследователь прошлого года «International Society of Sport Nutrition», самый большой учреждений в мире. И они теперь рекомендуют 3 грамма. Раньше было только 2 грамма. А Силуянов уже более 15 лет назад уже сказал 3 грамма. Теперь они тоже говорят 3 грамма. Человеку огромная голова. И вообще было супер. Окей? Да, да. И вот тут вопрос пишет. Можно в одной тренировке сочетать разные методы подготовок, например, интервальную, скоростную и силовую для дзюдо? Можно, но это, понимаете, это уже можно другой стрим сделать. Это уже потом. Это потом. Надо посмотреть. И тот пишет, я не знаю, Саша, мой друг, у нас постоянно идет, Григорь там, мы можем сделать отдельный стрим, потом уже с ребят в лаборатории говорить только одиноборство, потому что это другой разговор. Конечно. Но коротко могу сказать, мне надо сделать все разные направления в одной тренировке. Это не очень хорошо. Люди отдельно. Отдельно. Окей? Да. Стефан, вам еще раз спасибо огромное. Мы уже вышли за это. Мне придется делить на две части. Я эфир сохраню. У вас все ссылочки я возьму на YouTube, на Facebook, в Instagram, везде ВКонтакте, везде все залью. Спасибо вам большое. Очень хорошо. Да, очень хорошо. Не забудьте. Спортивная адаптология. Там все мои коллеги. Григорь, Виталий, Вика, Салим. Очень хороший специалист. Они сделали спортсмен чемпионом в 56 видов спорта. Большое, огромное количество. Если вы находите в России, обязательно подходите к ним. Если вы в Америку, пошли ко мне. Окей? Давай, Роман. Спасибо большое. До связи. Давай, ребята. Будьте на здоровье. До связи.